Всем привет! Я решил продолжить рубрику кулинарный путни повара. Это уже будет вторая часть, я так думаю. Я подразумеваю, потому что я уже потерял счет всяким моим выходкам. Что, зачем и почему. Сейчас на данный момент очень много работы у нас. Просто на кухне творится катастрофа. Она трещит по всем швам. Очень много нужно накормить людей, поэтому буду снимать то, что успею. Сейчас я вам коротенько, возможно, покажу кухоньку, как она выглядит на данный момент. То есть не так все просто. Первый пошел, второй пошел, третий пошел. Ну сейчас повара ушли. Но не все ушли. Некоторые остались здесь. Зиад остался. Гутен так, скажи зиад, здравствуйте. Гутен так, не и рака. И рака. Ракета. Ну а у меня вот потихонечку. Так, ну что тут у нас? Мясо. Мясо, значит, освободилась одна емкость. Это хорошо. Будем продолжать готовить дальше. Ну, как вы видите, когда B3 пойдет в полном разгаре, то тут творится катастрофа. Все места заняты, все выглядит как это после бомбежки. Так, ну всем доброе утро, ребятишечки. Значит, сегодня у меня день такой, скажем так, несложный. Мне нужно приготовить рапорту 155 килограмм и 244 килограмма риса. В принципе, это ничего страшного. Здесь всего 82 гастроземкости, это быстро делается. Значит, здесь мне нужно немножко включить мозг и подумать, как мне все это приготовить. Потому что у меня емкость всего 100 килограмм, а приготовить нужно 156. Здесь, значит, делаем следующее. Сначала обжариваю овощи отдельно, они у меня порезаны. По килограмму в каждом. Потому что, если бы я сам резал, то я бы приготовил этот ратату и готовил бы до решающей Пасхи, скажем так. Так, потом обжарим, да, свежие овощи обжарим. Далее лук обжариваем вместе с паприкой, потому что они у меня замороженные. Добавляю весь соус, я его кипячу. Обжарим и овощи для начала свежие, которые помещаются в эту большую ванну. Как я уже сказал, лук и паприку я обжариваю вместе с томатным соусом. Все это делаю скипячу. Разделю пополам. Разделю пополам. Потом сначала одну половину овощей доброшу к соусу. Скипячу и полностью добавлю соль, перец, сахар и так далее. Вытащу, готово. И потом следующую половину. Только так. По-другому не получается. Так, ну тортфиле. Тортфиле это мелочи в жизни. Это всего здесь третья часть гостроемкости. Так, ну остальное здесь для тех, у кого проблема с лактозой, с глютеном. Для них нужно будет отдельно готовить, но тут ничего страшного. Ну вот, так вот день у меня аюшина начинается. Поехали. Да, и при готовке утром у меня, конечно, приоритет перед другими коллегами. Первым начинаем я готовить, а потом уже все после меня. Но сегодня я им дал добро, и они сразу же все приармянились. Забили все. Но пока крестьян готовить, я не хочу, чтобы он по-быстрому. Алис, веган. Все говорит, веган. У него партии 400 человек, и все веганы. Такого еще тоже в моей жизни не было. Будем биться. Куда деваться? Веган Зальц говорит, есть веганская засоль. Шутим. Ладно, начинаем готовить. Теперь при обжарке тоже нужно учитывать площадь сковороды и температуру. Температура у меня 200 градусов, а по мясу, и обжариваю всего по 60 грамм. Иначе у меня достаточно много воды, чтобы в воде не салю. Пока не салю вообще. Иначе соль будет не плодно, и сковорода у меня отсудится. После каждой 6-килограммовой обжаренной партии я перемещаю цукини в гастроемку с отвертками, чтобы лишний жир и сок стекли. Иначе вы увидите вот такой вот бульон неофициентный. Что, цукини я обжарил, они готовы. Теперь следующим шагом баклажаны. Но баклажаны только могу обжарить в этой емкости только по 3 килограмма, потому что их обрабатывают каким-то средством, чтобы они не чернели. Здесь я вижу, что в жидкости их погружали, это не очень хорошо. Иначе они будут парить, они не будут у меня обжариваться. Обои как хвастные, этого я не хочу и не буду делать. Поэтому не в очистке листок обжариваю. Так как количество все-таки не маленькое, для того, чтобы мне придать вкус, я заранее начинаю уже, то есть солью я непосредственно в сковороде уже в конце, когда обжарил. И потом я посыпаю большую часть овощей, которая у меня уже переработана, я их посыпаю специями, чтобы мне в дальнейшем, когда будут накладываться следующий слой, было проще все это перемешать, чтобы вкус разошелся равномерно. Все, кабачки и баклажаны я обжарил, и теперь у меня проблема другая. Видите, как выглядит сковорода, это не очень хорошо, потому что следующим шагом я буду глазировать лук, и затем добавлю паприку. Потому что паприка у меня мороженое, сначала лук доведу до полуготовности, а потом добавлю паприку, и все это потушу. Нет смысла обжаривать паприку, потому что она мороженое, она не будет жариться все равно. А так бы, конечно, было бы свежее, я бы сначала обжарил паприку, убрал бы ее, а потом бы занимался луком. Так, ну теперь сковорода у меня 200 градусов раскалена, и мне ее нужно быстро охладить, чтобы вот этот все, весь нагар, весь его убрать. Здесь я применяю следующий трюк, чтобы у меня нагревательные элементы не полетели, потому что я буду заливать холодную воду. Я просто закидываю сюда картон, и начинаю добавлять горячую воду. Это делается для того, чтобы вода начнет моментально нагреваться, она и так горячая, и будет сдерживать этот пар, и охлаждение сковороды у меня пройдет равномерно. И так, чтобы у меня полетят все мои нагревательные элементы. Ну вот как-то так. Воды я добавляю немного. Все, для начала этого достаточно. Закрываю, видите, вода начинает там бурлить. Видно, они сейчас паром, конечно, все закроют. Просто-напросто закрою буквально на 2 минутки. Чтобы сбросить мне эту 200 градусную температуру и почистить сковороду. Но почистить ее так, просто отскрести и убрать грязную воду. Чтобы сковорода у меня еще оставалась все-таки горячая, чтобы я ее не начинал с самого нуля нагревать. Так, ну вот мне нужно достать томатного соуса. Вот это у меня вся длина моей руки. Больше я не смогу достать. Что делаю я? Я применяю все свои 165 сантиметров. Звучит как мало, а вы в миллиметрах уже 1650. Создаем вот такую вот конструкцию с 20-точки гастроемкости и на нее встаем. И тем самым я могу до самого дна теперь достать. Без проблем. Главное хотеть. Как в том фильме. Пистолет в твоей руке должен стать продолжением твоей руки. В данном случае мерный стакан. Пятилитровый. Должен стать продолжением моей руки. Конечно, такие вот готовые конвенит продукты. В принципе, этот соус очень даже неплохой, скажу сразу. Облегчает мне жир. Убираю, пока я его не уронил, телефон соусу. Так, ну вот, слава богу, овощи у меня готовы. Теперь мне всю эту массу перемешать. Взять отсюда ровно половину массы. Взять половину соуса. Соус скипятить. Половину массы забросить. Скипятить. Все, она готова. Ну, добавить там, возможно, спец еще немножко, если понадобится. И все. И потом следующую половину. Обязательно, очень важно, скипятить. Обязательно. Чтобы продукт не забродил, не испортился. Должен приготовленный быть основательный, чтобы никто не отравился и чтобы еда не испортилась. Все, соус закипел. И вот только теперь я добавляю овощи. Почему я делаю именно так? Ну, потому что соус уже горячий, а овощам нужно буквально совсем немножко. Их нужно только деферировать. Один раз вскипятить, и все. Если я начну их варить вместе соусом, то у них уже, они уже не будут хрустящими. Они будут как каша. Вот и весь секрет. Мексиканский омлет я тоже приготовил. Он готов. Я просто подготавливаю массу, затем я ее помещаю в гастроемкость. В гастроемкость смачиваю водой, выстеливаю пленочкой. Выстилаю массу, накрываю пленкой и сверху фольгу. И в 50 минут я его при 130 градусах комби, то есть горячий воздух с добавлением фара, 50 минут, все, он готов у меня. Потом он остынет, его можно будет аккуратненько достать и нарезать на кусочки, на порции. Вот и все. Не так страшно, как его молюют, независимо от того, много его или мало. Это вот старая порта, все. Рада-то у меня полностью готов. Я закончил эту эпопею. Надеюсь, мне не нужно будет доварить, потому что те люди, которые составляют план, то есть пишут меню, они немного бывают не в себе. Они никогда не учитывают потери при обжарке. Допустим, баклажаны, они теряют массу, большую массу воды. Естественно, эта жидкость вся испаряется, а у меня-то остается, ну вы поняли, да, что у меня остается. А чем-то нужно это восполнить. Так что, ну поглядим, я допросил уже 10 килограмм паприки, я допросил на всякий случай, потому что я, предполагая, уже вижу на глаз, что мне может не хватить. Ну, думаем, что этого будет достаточно. Так, ну, рис они приготовят у меня Вильям. Значит, он уже разместил рис по одному килограмму в гастроемкости, налил по 2 литра воды, воду мы предварительно просолили, чтобы она была слегка пересолена, и добавили по 2 литра на 1 килограмм риса. В общей сложности на эту телегу помещается 26 килограммов риса, умножаем на 3, итого получаем 72 килограмма готового риса, через полчаса он уже будет готово. Но мне нужно больше, вы видели, там мне нужно приготовить 240 килограмм, по-моему, поэтому будет много. Очень важная задача, после того, как рис приготовиться, его нужно будет перемешать, и дать ему остыть, он может остывать так, ни в коем случае на воды не наливать, или еще что-то, ни в коем случае. Так, ну, иногда в жизни повара бывают такие дни, что хочется, то есть у него есть 3 возможности застрелиться, уволиться или приготовить. Значит, у меня на сегодня 220 килограмм картофельного пюре, потом морковь в сливочном соусе, почти 70 килограмм. Далее у меня 75 гастроемкостей лазаньи и шпината, а либо что ли. Так, для этого мне нужно приготовить почти 300 литров соуса. И еще один соус, темный соус, тоже чуть 82 килограмма или литра, без разницы. Но это все, конечно, делаемо, скажем так, но такие моменты, конечно, очень неприятны. Значит, соус я уже варю для шпината. Здесь главная организация. Соус варится. Это соус для моркови, ну это шпинат соус. Вот 300 литров соуса на лазанью. Ее сделать уже будет в первую очередь, чтобы люди могли потом организованно все эти 75 гастроемкости лазаньи перекидать. А я в это время буду варить картофельное пюре. Пока они с этим разберутся, я уже сварю картофельное пюре. Здесь самое главное, действительно, это нужно организация. Сразу проработать свои приборы, с которыми ты работаешь, их емкости. И что ты будешь делать в первую очередь, чтобы все были заняты. А не так, что ты будешь делать картофельное пюре, они будут ждать до ешачьей пасхи, пока ты все это приготовишь. Потом они будут делать и ты соус не успеешь вовремя приготовить. Так что здесь, хотя у меня уже на сковороде уже очередь стоит, уже люди ждут, пока у меня освободятся. Сейчас время еще почти полосьмого. Ну еще часок, и я это все приготовлю именно вот это. Потом еще картофельное пюре готовить. Ладно, поехали. Так, ну вот, не прошло я полчаса, так что соус у меня все готовы. Один даже я успел пропассеровать уже все. У меня чистенькие готовы. Значит, не все так просто, конечно, как я рассказываю. Я за день до того, как сначала 110 килограмм шпината или сколько там было, я его сначала пропустил под пар, чтобы он у меня весь приготовился и жидкость стекла. Эту жидкость я, ну точнее не я, а те, которые написали рецепт, они его используют не как выброс, а как продолжение соуса, скажем так. Хитро задые капиталисты, что поделать. С одной стороны, может быть правильно, с другой стороны, не знаю. Для меня шпинат должен, шпинат. Вода ушла, воду отжал, воду выбросил, все, это твое. Но получается не так. Значит, все, солод готов. Сейчас переполняю его, отдаю коллеги, они будут делать дальше. Я покажу. А здесь трудятся мои коллеги. Они уже все распределили, работают вдвоем. Все четко. Молодцы, красавцы. Так, это готово. Вот так вот мы и работаем. Должен быть всегда план. Должен быть хороший организатор. Здесь они уже посыпали сыром, все готово, это полностью. Сейчас будет, сейчас это все будет охлаждаться. И все, и потом сортироваться. Готово. Так, ну а я двигаюсь дальше. Соус я уже вытащил. Одну сразу я емкость помыл, набрал холодной воды, потому что картофель Германии, чтобы он не темнел, обрабатывая челочью, она кисловатая все равно. Поэтому ее нужно обязательно промыть чистой водой, воду слить. Ну, за счет такой штуки она у меня держится, поэтому картофель не проваривается. Все сливаю, промываю, напускаю воды и начинаю смотроваривать одну часть, а потом в это время буду готовить, подготавливать вторую кастрюлю. Ну вот та морковь, которую я подготовил, я ее, конечно, дымфанил вчера, то есть под паром прогнал вчера, чтобы она подготовилась, чтобы она остыла. Соус приготовил сегодня, охладил, теперь крестьянство это перемешает, добавит, возможно, немного соли, все, она готова. Так, ну первая партия картофеля у меня отварилась, сейчас я ее буду разбивать, буду разбивать вот таким вот пропеллером. Хорошая франкунская машина, купе 450, работает как зверь. Значит, добавил сюда кипяченые сливки, кипяченое молоко и мускатный орех. соль у меня уже была, картошка хорошо просолена, поэтому все, начинаю перебивать. Пока же немного сложно, но капитуля в принципе. Самое неприятное в работе с картофельным пюре это его вытаскивать. А так, в принципе, но сил, конечно, в нем все равно нужно вкладывать много, пока его все перебьешь. Это у меня только первый замес. Две емкости, еще нужно будет две сделать. Я больше, чем 45 килограмм картофеля в один раз не могу варить в одной кастрюле, потому что иначе я ее потом не прокручу. У меня моего венчика не хватит. Вот интересный факт. Когда на кухне я уже всех накормил, уже все набрали себе, накидали в тарелку чего-нибудь, сразу такая тишина создается. В кухне, если представить, просто не можете. Работает только вытяжка и охладительные приборы. Слышно только их. Ну, радио, еще иногда это между делом что-нибудь говорит или поешь. А так, красота, да и только. Диад, он монстр, блин. Сегодня розбит у нас жарит. Это все розбит, который он почистил. Говорит, что ему нужно ему потом порционировать его на 1500 штук. Но это потом уже будет а-ля меню, когда будут отправлять, тогда. Где он? Да, он здесь уже ротенгезы, что-то. Да, за словом, я сейчас вот это тринкен. Водка, где тринкен? Да, я не знаю. И так, что ты просто варен. Да. Он говорит, я вчера водку пил, а я говорю, а мне кажется, у тебя лицо красит от того, что ты это, что тебе жарко. Так, ну я продолжаю варить дальше. вообще, я попросил еще кое-что для него приготовить. Хочет азиатскую лапшу делать. Ну вот, подготовлены коробки 25 килограмм. Сейчас я их и сварю и напрягаюсь. Я, сегодня был непростой день, очень сложный. Я думаю, что я на этом видео закончу и покажу его вам. Так что, давайте, видите, до следующего видео. Пока. Спасибо за просмотр.